Беспрекрас называется. Расстройство желудка мировой экономики докатилось и до нас. К тому же наши продюсеры, задолжав банком за ипотеку, предупредили. Суперкаров не будет. Они дали нам по 20 тысяч рублей и сказали, купите себе что-нибудь за эти деньги и на этом приезжайте в Шереметьево. Стало ясно, они уже валят из страны и хотят, чтобы мы проводили их с шипом. Но всё оказалось проще. В Шереметьево нам должны дать какие-то указания. Естественно, в аэропорт первым приехал я. Это чудо инженерной мысли было изготовлено в 1982 году. С производства эта машина была снята в 1985. Как раз тогда начались забастовки немецких таксистов, потому что для них это было лучшее. Мерседес Бенц 123 кузов. Гениальная машина. Ой-ёй-ёй! Всю жизнь вы ездили на автомобиле, сделанном в Японии. И, наконец-то, первый раз вы додумались до того, чтобы взять немецкий автомобиль. Вы знаете, что за этот автомобиль будет болеть вся страна? Это почему? Потому что люди до сих пор могут купить этот автомобиль. А, это же мечта первых советских корпораторов. Я забыл. Это же Део Некси. Вы понимаете, что Део Некси до сих пор продаётся, хотя конструктивно это всё тот же «Опель Кадет». Мы приверженцы немецких автомобилей. Скажите «да». Да, 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 да. Где третий? Ждём. Сначала я подумал, что это Таврия. О, Боже! Он ещё с правым рулём. Ай-яй-яй-яй, он еле-еле остановился. Вы посмотрите. Нет, он ударил мой автомобиль. Ты хотел сейчас разрушить всё? Мало того, что он так выглядит, он ещё и не останавливается. Я смотрю, у вас тоже красавцы. У меня серьёзный автомобиль. Да, не спорю. Два ваших даже на 70% не стоят одного моего. А разве можно вдвоём сделать вот так? Хорошо, что ты не провалился сейчас вниз. Субтитры сделал DimaTorzok